И сегодня у нас с вами начинается вторая неделя онлайн-форума Секрета успеха лидеров Reflame И сейчас с вами на связи Александр Ивасечко Основатель-организатор онлайн-форума И если вы меня сейчас хорошо слышите То поставьте, пожалуйста, плюсики в чат Дайте обратную связь Секрета успеха лидеров Reflame И сейчас с вами на связи Александр Ивасечко Сейчас, секундочку, я тут все как раз подготовлю, настрою, проверю Хорошо слышите Есть, все Смотрим, слушаем, проверяем Да, звук есть, отлично Все, пошло, запустили Итак, всех я вас поздравляю Мы пришли ко второй неделе нашего онлайн-форума Еще раз я повторюсь Потрясающие мотивационные события Кстати, поделитесь, насколько вам нравится Насколько нравится то, что происходит Уже две недели Еще не устали Вторую неделю выступать Потому что по насыщенности В этот раз у нас Спикеров в два раза больше, нежели обычно То есть четыре форума мы проводили Где выступало всего по одному спикеру каждый день В этот раз у нас по два И я думал, что сегодня будет меньше Гораздо меньше людей, участников Которые хотят продолжить наши Слушать выступления Но, судя по всему, это не про вас Кто из вас, кстати, успел подключить еще свою команду За эти выходные Тоже откликнитесь Скажите, сколько людей сейчас вместе с вами сидит Либо, возможно, вместе с вами за компьютером Либо, может быть, вы точно знаете, что сейчас ваша команда Вместо того, чтобы слушать командный вебинар Который у вас запланирован по вторникам в 19.45 У кого из вас таки есть Сегодня вы участвуете в онлайн-форуме Сегодня, завтра, послезавтра Есть такое? Отлично, вижу О, сколько людей там? Пять, четыре Три, два Отлично Ну что, не забывайте, зачем мы сегодня пришли сюда Это, с одной стороны, зарядиться Пропитаться энергией Каким-то настроением Почувствовать что-то такое, что есть только у лидеров У топ-лидеров компании Reflame Может быть, чего-то недостает Помните, вот, некоторые заметили, что нужно просто быстро говорить Для того, чтобы быстро двигаться по лестнице успеха А кто-то видел, что можно увидеть Некое совершенно другое отношение, понимание и взгляд на бизнес Я надеюсь, что каждый из вас здесь берет для себя То, зачем пришел И вы на вебинары приходите уже с какими-то вопросами Ответ на который вы ищете с выступлений И давайте уже сейчас я, чтобы не задерживать время Потому что у нас всего у каждого спикера всего по 45 минут на выступление Буду передавать слово сегодняшним лидерам, которые уже готовы и ждут Когда же я им передам слово Ну, прежде всего Первый спикер, которого вам предстоит услышать Это бриллиантовый директор и топ-лидер компании Reflame Россия Многие, возможно, знают, слышали И наверняка здесь находится ее команда Это команда Светланы Гэлла Пожалуйста, приветствуйте ее Дайте знать, что вы ее слышите Что вы ее сейчас будете поддерживать Потому что она подготовила вам потрясающее выступление И очень интересную и глубокую тему Сегодня ей будет затронута И вы ее сможете услышать Это тема теории поколений в продажах И рекрутирования, и спонсирования Все три вопроса в одном флаконе Как, знаете, такой синергии Поговорите и про продажи, и про рекрутирование И спонсирование сегодня в один вечер Ну, а те, кто ее не знает Чуть-чуть сможете познакомиться со Светланой поближе Я думаю, лучше будет, если вы начнете слушать именно ее И она сама вам о себе расскажет Итак, Светлана, я передаю вам слово А все, кто сейчас находится в прямом эфире Пожалуйста, смайликами Фотографиями Какими-то эмоциями Отразите Отразите то, что вы готовы приветствовать Наш сегодня спикер Итак, Светлана, вы в прямом эфире Можете уже подключаться Светлана, уже можете говорить Да, уже все слышно Хорошо Здравствуйте Давайте знакомиться Мне будет видно чат из другого компьютера Это здорово, что я вижу чат Я буду очень рада, если вы напишите в чате, как вас зовут и из какого вы города Меня зовут Светлана Гелла Я индивидуальный предприниматель в партнерстве с компанией Арифейм Сегодня вы получите информацию о том, как использовать теорию поколений в бизнесе Арифейм Кому это интересно, поставьте в чате 10 Если вам интересно, тогда у вас есть вопросы Это так Скажите, кто пришел сегодня со своими вопросами Знаете, есть такая фраза Какие у тебя вопросы, такая у тебя и жизнь Вот в нашей структуре принято задавать вопросы перед вебинаром Перед каким-то мероприятием Вот лично я провожу вебинары каждый понедельник Вот уже три года Это неизменно И за это время, конечно, у команды нашей появилась уже привычка Прописывать свои вопросы заранее И если у вас сегодня перед вебинаром были также прописаны вопросы, это здорово И мы начинаем, собственно говоря Пока я сейчас вам загружу презентацию Я хочу поблагодарить Александра за предоставленную мне возможность выступать на таком вот грандиозном мероприятии Итак, мы сейчас включаем Вы сейчас увидите наши слайды Итак Видно будет сейчас только слайды В бизнесе я более 10 лет И самое важное, что это семейный бизнес Вы видите сейчас фотографию Мы вместе с супругом Это наше фото И в бизнесе Арифлэм мы вместе И в будущем мы передадим бизнес по наследству своим детям У нас их трое Самому старшему 30 лет Самый младший 18 лет И несмотря на то, что мы с мужем делаем бизнес вместе У нас разные истории прихода в Арифлэе Его история началась тогда, когда я уже была в Арифлэе на 9% К нам в Волгоград приехали наши верхние спонсоры Светлана и Сергей Семенова Они искали менеджера СПО и предложили моему мужу Вот чтобы согласиться Знаете, ему надо было уйти с работы И мы думали вместе, мы думали всю ночь И на утро он дал свое согласие Вот так, в общем-то, он стал Одним из первых менеджеров СПО нашего города Моя история прихода в Арифлэм Она такая вот, ну как бы более женская Она началась в Англии По профессии я преподаватель английского языка Я работала в школе Когда была победителем конкурса «Учитель года» Наша Волгоградская администрация отправила меня В качестве вот такого подарка Учиться в Англии в Оксфордский университет Я жила в английской семье И у них я впервые увидела косметику Арифлэм Такие красивые баночки на красивых полочках И когда я вернулась домой Я у всех спрашивала про Арифлэм Я сама нашла своего спонсора Мне дали телефон директора Арифлэм Из Нижнего Новгорода Я живу в Волгограде И вот я позвонила Это Калеева Светлана Ныне исполнительный директор Я ей позвонила и спросила Вы можете меня зарегистрировать в Арифлэм? Не знаю, удивилась она или нет Но она сказала, что собирается к нам в Волгоград через месяц И спросила, не могла бы я ее дождаться Вот так я попала в Арифлэм Я очень люблю своего спонсора и благодарна ей Я благодарна своей команде Это команда номер один Волгоградского региона Я благодарна нашему командному тренеру Екатерине Салье Нашим Асмам за их поддержку И, конечно, основателям нашей компании Вместе мы сила Мы способны изменить свою жизнь к лучшему И помогать людям воплощать свои мечты В нашей структуре более 10 тысяч человек 100 человек – это директора разных уровней Золотые директора, сапфировые, бриллиантовые И мы гордимся тем, что не только мы Но и наша команда зарабатывает Что касается нашей семьи То наша жизнь очень круто изменилась Знаете, приятно, что наш доход в рублях А премии в долларах Особенно приятно, когда курс растет Например, премия 1000 долларов Совсем недавно была в перерасчете на рубли 30 тысяч рублей А сейчас 60 тысяч Приятно? Согласны? У нас в команде много людей, кто эти премии получает Вот здесь вот мы с мужем получаем премию 6 тысяч долларов и 5 тысяч долларов 500 бонус роста А здесь наша премия 8 тысяч долларов и 10 тысяч долларов За продвижение по карьерной лестнице 18 тысяч долларов в рублях По текущему курсу – это больше миллиона Знаете, я до сих пор удивляюсь, что Делая карьеру, вы и так увеличиваете свой доход А вам еще платят премии за то, что вы растете Здесь нам вручают акции компании За быстрое продвижение по карьерной лестнице И сертификат, который подтверждает, что мы акционеры И совладельцы компании «Арифлейм» А это наш автомобиль «Вольво С40» Тоже подарок от компании Ну, можно так сказать Я уже не говорю про iPad, iPhone, телевизор, бытовую технику Которая у нас полный дом Это фотографии, сделанные на конференциях «Арифлейм» Для нас с мужем ежегодные поездки за границу Несколько раз в год за счет компании Стали уже обычным делом За последние 10 лет мы побывали более чем в 20 странах мира А денег получили столько Ну, сколько, например, обычный сотрудник банка получил бы за 60 лет Вот, когда мы думали о том, какую тему приготовить сегодня На нашем вот этом большом мероприятии, на нашем форуме Мы подумали, что теория поколения – это очень актуальная сейчас На сегодняшний момент тема Вот вы знаете, я очень люблю работать с людьми Ну, наверное, может быть, такими, как я или чуть моложе Хотя, несмотря на то, что я в школе работала По большому счету, мне нравятся вообще Очень нравятся дети, молодежь Тем не менее, мне всегда как-то с ними достаточно трудно работало В плане того, что сегодня у них любовь Там завтра у них еще что-то И мне всегда казалось, что вот они сейчас чуть-чуть подрастут Чуть-чуть подрастут Ну, и, собственно говоря, будет как раз то самое время, когда можно их звать в бизнес Но, знаете, я вдруг поняла одну такую очень важную мысль Дело в том, что они не меняются Вот они растут, растут, они становятся 30-летними Но они, ну, конечно, они получают опыт Конечно, у них есть какие-то там новые навыки Они, может быть, по-другому начинают смотреть на мир уже Но все равно вот их характер, их какие-то сложившиеся вот благодаря обществу черты Они не меняются И я поняла, что, знаете, кто-то как-то пошутил, что скоро все бабушки будут с тату Ну, потому что сейчас вся молодежь ходит в татуировках А представьте, когда они станут бабушками, да, ну, соответственно, все будут в татуировках И я поняла, что даже в 40 лет, в принципе, вот общество, то, что происходит в нашем мире Накладывает на них отпечаток, который уже не поменяет их Поэтому, на самом деле, это очень актуально И к этому, вот к этой теме я подошла именно с этой стороны Что не надо ждать, когда люди вырастут Надо сейчас работать с каждым поколением в зависимости от их вот черт характера В зависимости от той специфики, которая наложила на них наше время В теории поколения мы считаем несколько поколений В данном случае поколение Джай, молчаливое поколение Бэби Бумер И поколение Х, поколение Игрик и поколение З Вы сейчас видите на слайде Это примерно, это не примерно, а вот именно даты рождения людей этого поколения Ну и, соответственно, поколение, название этих поколений Оно очень напрямую связано с тем временем, в котором они жили Потому что поколение победителей – это огромное количество воин И, соответственно, так его называли Поколение молчаливое – это как раз уже после войн Особенно я сейчас буду говорить больше про советское время Вот именно про Россию Соответственно, это люди, когда они молчали Когда было очень опасно говорить, поэтому так они называются Бэби Бумер – это когда после войны был такой всплеск рождаемости Поколение Х – это неизвестное поколение Потому что люди стали совершенно другими Они стали меняться и опять-таки время стало на них влиять Поколение Y или поколение Миллениум их еще называют Это поколение Сети, поколение людей, которые увлекаются Не то, что увлекаются, они живут в интернете И поколение Z – это поколение наших совсем еще детей На которых многие возлагают очень большие надежды Если посмотреть на население России в зеркале теории поколений То мы увидим, что самое большое количество людей, конечно Это поколение Х и поколение Y Это самое большое количество людей по населению Соответственно, с ними как раз самый вариант работы Самая актуальность очень большая И самая эффективная работа Она как раз-таки будет происходить именно с теми Кто является поколением Х и поколением Y Вы можете посмотреть, какого выгода посмотреть, посчитать Посмотреть, какое количество людей Соответственно, понятно, что поколение G Это поколение людей, которые уже не так много их осталось Там даже миллионами не исчисляется Всего лишь тысячи, да, 700 тысяч человек И поколение Z – это дети, которые только рождаются Z – это пока еще поколение, на которое, знаете, вот такие Дети индига, на которые возлагают большие надежды Что они что-то могут изменить Поэтому такое вот им придумали название Есть еще эхо-поколение Это люди, которые родились на стыке поколений Ну, плюс-люминус три года Вот я, например, эхо-поколение Соответственно, на этих людей очень, ну, такое, знаете Возлагаются большие надежды в плане связки поколений То есть они могут работать очень хорошо и с теми, и с другими Они могут их понимать хорошо очень и тех, и других И, соответственно, на этих людей действительно Есть какая-то такая вот даже, ну, может быть Можно сказать, родились они для того, чтобы эту связку осуществлять Один цикл поколения – это четыре поколения Пятое поколение обладает ценностями, сходными с первыми Поэтому, если, вот, собственно говоря, нам может быть интереснее сейчас Начать бы разбирать с поколения Молчаливого А не с поколения Джай Потому что в нашей работе вряд ли мы будем сталкиваться с вами с поколением Джай Но, тем не менее, я немного скажу вам про поколение Джай Поскольку поколение Z будет очень похоже на поколение Джай То есть, соответственно, нам тоже надо бы знать характеристики этого поколения Поскольку каждое пятое поколение обладает ценностями, сходными с первым Итак, критерии поколений То есть, мы будем разбирать сегодня поколение с точки зрения ценностей этого поколения Для того, чтобы нам знать, как мотивировать людей Как, работая с ними уже после регистрации Или как мотивировать людей, когда вы приглашаете их в наш бизнес Мы будем говорить про то, как они, характерные черты их покупок Потому что это нам очень важно будет в наших продажах И мы поговорим о том, на что нацелено каждое поколение в карьере Потому что нам это важно для нашего рекрутирования Ну, как я вам сказала, мы немного поговорим о Джай Потому что они будут повторять немного поколение Z Будут повторять поколение Джай Поэтому немного об этом поколении тоже я скажу вам Итак, это дата рождения 1900 год, 1923 И их ценности формировались до 1933 года Поэтому надо посмотреть, какие события были в то время События, сформировавшие ценности Это революция событий 1905-1917 годов Это коллективизация, электрификация Ценности этого поколения – это трудолюбие Это ответственность, это вера в светлое будущее Это приверженность идеологии, семья и семейные традиции Доминантность, категоричность суждений Это вот все ценности этого поколения Сейчас мы более подробно разберем молчаливое поколение И все остальные уже с точки зрения покупок, карьеры С точки зрения их мотивации Итак, 1923-1943 год – это даты рождения Сейчас, может быть, кто-то узнал своих родителей Потому что, например, мой папа Он как раз относится к этому поколению Ценности моего папы формировались до 1953 года Какие же были события, которые сформировали ценности? Это были сталинские репрессии Вторая мировая война Восстановление разрушенной страны Это открытие антибиотиков Это тоже очень важно, поскольку люди будут верить в силу формулы химической, таблеток И это можно использовать уже дальше в продажах Какие ценности? Это преданность, это соблюдение правил, соблюдение законов, уважение к должности, к статусу, честь и терпение Вот исходя из всего этого, я буду разбирать сейчас Вот на основе этого слайда Я буду разбирать вам сейчас то, как мы можем мотивировать То, как мы можем использовать в продажах И то, как мы можем использовать в карьере Итак, что касается покупок Они верят всему, что говорят по телевидению Они верят всему, что говорят в СМИ Поэтому обратите на это внимание Что если компания Reflame, например, проводит какие-то рекламные акции И все это есть по телевизору Если компания Reflame является спонсором программы «Голос» То к ней будет доверие этого поколения Если они видят рекламу Они даже сейчас, когда уже все известно Что там реклама – это все-таки реклама Тем не менее, люди этим рекламам Мучеливого поколения этим рекламам верят У них очень бережное отношение к продуктам И для них очень важно иметь много продуктов То есть они готовы купить много продуктов Потому что они застали то время, когда был дефицит И им важно, чтобы всего было много Чтобы было много шампунек У них стояло много мыла Чтобы всегда был такой запас Можно было достать из шкафчика Не один кусочек мыла, а там их 10 может лежать Потому что им важен запас То же самое они также относятся к продуктам Которым не в холодильнике Что касается карьеры То они очень преданные люди Они достигают карьеры, соблюдают правила Они никогда не пойдут как-то там через какие-то головы Они соблюдают законы У них очень серьезное уважение к должности и к статусу Поэтому, если, например, у вас Вот, например, мой папа Он совершенно не приветствовал мою работу в Reflame Но когда я стала директором Он стал это уважать Он стал уважать меня Он стал по-другому смотреть на компанию Reflame Поскольку у меня уже появился статус Соответственно, вспоминайте, например, своих родителей А может быть, у вас даже кто-то есть В команде такого возраста Я не знаю Но вот у меня, наверное, нет У меня все-таки мучиливое поколение Это уже больше так родители Которые смотрят, они следят за нашими успехами Но не принимают в этом участие Для них важна честь И они готовы терпеливо все переносить И с точки зрения карьеры они готовы действительно терпеть Итак, поколение бэби-бумеров Это поколение Очень много людей у меня в структуре этого поколения Особенно вот 60-х годов И для многих это тоже родители Вот, например, родители моего мужа Они относятся к поколению бэби-бумеров Какие же события, сформировавшие ценности? Это советская оттепель Это покорение космоса Это СССР, мировая супердержава В то же время была холодная война Которая тоже повлияла на формирование их ценностей Это создание противозачаточных таблеток Это первые пластические операции Вы сейчас внимательно, в общем-то, смотрите на все эти события И вы поймете, как дальше можно этим работать Уже с точки зрения продажи и карьеры Это единые стандарты обучения в школах Это гарантированность медицинского обслуживания И ценности – это оптимизм Заинтересованность в личностном росте И вознаграждение В то же время это коллективизм И командный дух Это культ молодости Стремление к экспертности Как же мы это все можем задействовать в продажах? Ну, во-первых, надо знать, что это поколение Любит покупать в магазине Поэтому надо сделать все, чтобы для них Каталог Арифэн стал магазин Для этого надо, чтобы выработалась привычка И вот с поколением бэби-бумеров Нужно эту привычку вырабатывать Это уже на вас лежит эта ответственность Вы не думайте, если у вас появился кто-то из бэби-бумеров Не думайте, что они сразу начнут заказывать по каталогу Они к этому непривычны Поэтому с ними надо достаточно много уделить времени Для того, чтобы у них выработалась привычка Воспринимать каталог Арифэн как магазин Когда они что-то покупают Им важно, чтобы этот продукт повышал статусность Их статусность Вот это очень важно при покупке Поэтому, когда вы рекомендуете что-то из косметики Арифэн Вы должны сделать все, чтобы показать Что они будут пользоваться Супер статусным продуктом Супер с каким-то С таким Ну, как это выразится более правильно С результатом Который не только они получают А вообще там Не хухар-махры И все такое остальное В общем-то, вот здесь надо им обязательно это показать И люди этого поколения Им важно, что у них это есть Им важно, чтобы все узнали, что у них это есть Поэтому, когда вы, например, в продажах В техниках продажах Подходите к этапу завершения сделки То этим людям очень важно Сказать, что все их знакомые Там все его подружки узнают Они сразу обратят внимание Что у вас стоит такая вот Потрясающая туалетная вода Она очень красивая У нее крышечка классная Я говорю сейчас про эссензу Да, к примеру И им это важно Чтобы они поняли Что эта туалетная вода Повысит их статусность И об этом все знакомые И родственники увидят И узнают И когда такой продукт Если так им рассказать про продукт То преград уже для покупки этого продукта не будет Если он им нужен Его достанут обязательно Вот именно поэтому Они любят специализированные магазины Потому что они доверяют мнению эксперта И когда вы проводите Делаете продажу С людьми этого поколения Вам обязательно нужно показать себя Как эксперта В самом начале вам уже нужно сказать Кто вы как эксперт Я вот знаете Всегда говорю Наши конференции Я использую для того Чтобы повысить свою статусность Я говорю например Если я про Велмос рассказываю То я говорю Что я обучалась там у Сикстена В Стокгольме Я обучалась у него в Лиссабоне Я была у него на мастер-классах Я в институте питания Российской академии медицинских наук Проходила курсы у Ольги Григория Ну и так далее То есть вы точно так же Повышаете свою экспертность Работая с людьми этого поколения И этим людям важно Чтобы близкие друзья знали о покупке Об этом постоянно говорите Когда они изучают упаковку Они обращают внимание На пользу продукта Поэтому вы Рассказывая о наших продуктах Говорите о пользе И так эти люди Для них важна статусность И экспертность Если мы рассмотрим С точки зрения карьеры То сейчас эти люди Уже пенсионеры Ну многие из них пенсионеры Или еще пока Ну только лишь приближаются К этому возрасту Но даже если они пенсионеры Многие из них работают до сих пор Потому что они готовы Долго и упорно трудиться Потому что они привыкли к этому Что надо долго и упорно трудиться Потому что Когда они заканчивали институт Их отправляли сначала По распределению Затем они 40 лет На одном месте Трудились Чтобы достигнуть Каких-то результатов И сделать какую-то карьеру Они конечно же стремятся К статусности И высокой должности Но при этом Они нацелены На достижение результата Вместе с командой Для них не важен процесс Им важен результат И они готовы терпеть Вот вы знаете С такими людьми Вот у меня очень много Я уже сказала Поколений бобби-бумеров С ними очень легко выходить На промо-стойку работать Потому что они Даже не спрашивают Они Если им некомфортно Они вообще не будут говорить Что им некомфортно Они привыкли терпеть Они знают Что надо упорно Долго трудиться Для того чтобы получить результат А то что Это некомфортно То что это неудобно То что это Там Ветер И когда холодно Это вообще Неудобно стоять Для них это не важно Для них процесс не важен Им важно нацелиться На результат Поэтому Если вы с такими людьми Будете прочитывать Их результат Будете постоянно Им говорить про результат Вы будете анализировать Их работу И нацеливать Постоянно на результат Они будут очень хорошо Достигать Этого результата И очень важно Никогда не отправляйте Баби-бумеров В одиночку Они могут работать Только в команде Им нужна команда Поэтому формируйте Всегда команду Чтобы вместе Это было Чтобы они чувствовали Эту поддержку Потому что для них Несмотря на то Что они на результат Нацелены Несмотря на то Что процесс не важен Им нужно быть в команде Как мотивировать Баби-бумеров Просить поддержку Они очень любят Когда чувствуют Свою вот эту значимость Свою статусность Поэтому нужно просить поддержку Надо говорить Что людям нужен Твой опыт Надо говорить Что это командная работа И что вместе Мы достигнем результата Надо говорить Про то Что Арифлэм Это известная Международная компания Потому что Им нужна статусность Компании Надо эту статусность Компании показать Надо говорить О том Что руководство Поддерживает Нашу работу Очень важно Для них Вот вы знаете Не поленитесь Позвонить Вашему АСМу Попросить Чтобы ваш АСМ Позвонил И поздравил Человека С новыми достижениями Пусть это маленькие Еще результаты Там 3% 6% 9% Но вы попросите АСМу Никогда не откажет Он всегда позвонит И таких людей Нужно обязательно От руководства Компании Поздравлять Нужно Может быть Попросить Вашего верхнего спонсора Чтобы он позвонил И сделал им Такое признание Для них Это будет Очень-очень важно Им надо сказать Что наша профессия Входит в государственный Реестр профессий И директор Для них Это статус Что все Им будут гордиться Помните Им важно Чтобы люди Об этом знали Их окружение Об этом знало Итак Хорошо Я вижу в чате Девочки Многие пишут Я бэби-бумер Может быть Немножко Странно Что я называю Девочками Бэби-бумеров Но у меня все девочки У меня девочки 17 лет У меня девочки 75 лет Они все для меня девочки Вот Я вижу Что вы пишете Вы себя уже узнаете Вы узнаете Что вы Себя В этом В том Что я вам рассказываю Итак Мы переходим К поколению Икс Напишите Пожалуйста В чате Кому понятно Все Что я до этого Рассказываю Напишите В чате Кому понятно Поставьте Пожалуйста Плюсики Потому что мы Мы сейчас Переходим К поколению Икс Это 1963 Это 1983 Года рождения Я как раз таки Нахожусь Отношусь К поколению Икс Но я Нахожусь Я родилась На Плюс-минус Помните Три года Чуть Больше Ну скажем Мой год рождения 64 И соответственно Получается Что я нахожусь На спике Поколений Хорошо И так До 1993 Года Формировались Ценности Этого поколения Давайте посмотрим Какие события Были В это время Это было Продолжение Холодной войны Началась Перестройка Появился Спид Появились Наркотики Помните Была война В Афганистане И тут Еще Очень важный Момент В продажах Он будет для нас важен То что появляются Супер Гипермаркеты Да Вот это Очень важный Момент И давайте Все что Сейчас Мы видим На слайде Мы сейчас Это перевернем С точки зрения Наших продаж Карьеры И мотивации Итак Ценности Ценности Поколения Х Это готовность К изменениям Это возможность Выбора Это глобальная Информированность Готовность Постоянно Обучаться В течение Всей жизни Готовность Обучать Других Людей Это уже Техническая Грамотность Это Индивидуализм Не коллективизм А индивидуализм Это бизнес Одиночек Это надежда Только на себя Это неформальность Взглядов Это Прагматизм Поиск эмоций Это равноправие Полов И это Отдающее поколение Итак Если мы Мотивируем Человека На покупку Цель Этого поколения Покупка товаров Первой необходимости Они не будут Деньги тратить На какие-то там Изысканные Там Как Бэби-бумеры Экспертные Какие-то вещи Для них важнее Товары Первой необходимости И им Очень важно Чтобы покупки Были поблизости Потому что Им нужно Сэкономить Время Они Готовы Потратить Деньги На удобство Они готовы Отдать деньги За возможность Купить много Разных товаров Хорошего качества В одном месте Потому что Им важно Чтобы это было Очень удобно Они идут в магазин Точно зная Что им нужно Когда вы Что-то рассказываете Про косметику Арифэм Очень важно Подчеркивать Их индивидуальность И уникальность Что этот продукт Уникален Именно для них Что он индивидуально К ним подойдет Таких людей Очень хорошо Приглашать И работать с ними Через мастер-классы Потому что Мы вначале Ему обязательно Скажем Что этот мастер-класс Индивидуально Для него Что мы ему Не хотим Дать каталог Просто так Потому что Мы хотим Чтобы он знал точно Что ему подходит А что нет И мы индивидуально Ему все подберем Он должен Почувствовать Что он уникален И что Вот это все Подбирается Ему индивидуально Они очень любят Покупать самостоятельно Без нажима Со стороны Поэтому Очень грамотно Вам нужно Подвести Завершить сделку Так Чтобы человек Не почувствовал Что ему что-то Продают Он должен Сделать выбор Сам Они готовы Помните Когда мы сейчас Читали ценности Мы видели Что там есть Возможность выбора Ему надо Этот выбор Делать Он должен Этот выбор Сделать сам Они очень любят Чтобы их удивляли Вот почему Очень важны Различные Мастер-классы Не только Там один Им вообще Они с удовольствием Ходят на мероприятие Где им что-то Очень интересно Когда они изучают Упаковку Они обращают Внимание на состав Они не на пользу Смотрят А на состав Они уже будет Более детально Это разбирают Карьера для них Важна Они знают Что можно сделать Карьеру Только через упорный Труд И что Несколько лет Это у них Сохранилось От бэби-бумеров То есть они От бэби-бумеров Это переняли Потому что Очень долгое время Годами Шла вот эта система Вуз До школы Вуз Что надо начать С низов И постепенно Подниматься То есть это все Затронуло Не только поколение Бэби-бумеров Это затронуло И поколение Икс в том числе Но здесь Некоторые Разные Отличия Конечно От бэби-бумеров Есть Как самое главное Наверное Отличие Это будет то Что они Хоть и ценят Человеческие отношения В коллективе Они Хоть и внимательны В общем-то К людям В коллективе Они все равно Одиночки Они больше Индивидуалисты И если Они готовы Работать Самостоятельно И не факт Что там Команда Важна Нет Им важна команда Еще раз говорю Поскольку они Будут уже Люди процесса Но Они могут Работать И одиночку В отличие От бэби-бумеров Для них Они такие Знаете Целеустремленные Очень ответственные Работники Для них Очень важны Социальные гарантии Уверены С завтрашним Дне Поэтому здесь Надо говорить Что есть Соцпакет Что есть Официальное Трудоустройство Что выплаты Ведутся Через банковскую Систему Для них Это все Очень-очень Важно Они любят Обучаться И обучаются Методично Им надо все Понять Им надо дать Четкие пошаговые Инструкции Если им Этих инструкций Не дать Если там Бэби-бумерам Можно Они будут терпеть И ожидать От вас что-то Они пойдут Понимают Что все Шаг за шагом Они все это освоят То и поколение Х никуда не пойдет Пока не увидят Четкую картинку Им надо эту картинку Показать Пока они не увидят Вот знаете Часто в нашем бизнесе Важнее делать Маленькими шагами Продвигаться Важнее делать Какие-то маленькие вещи Вот поколение Х бесполезно Это давать Вот эту технику Им надо все Пошагово расписать Им надо нарисовать Картинку Вот если они Увидят эту картинку И поймут ее Целиком Тогда они готовы Будут идти Вот этими Маленькими шагами Они обязательно Будут спрашивать А как будет в конце А что там будет Дальше А что и как То есть им надо Эту картинку Обязательно рисовать И они готовы Обучаться методично Они вообще любят Обучаться Готовы обучаться Всю свою жизнь Их очень хорошо И это поколение Всегда на какие-то Тренинги Звать на занятия Они с удовольствием Будут ходить Для них очень важны Все вебинары И в общем Обучаться Они готовы Как я вам уже сказала Всю свою жизнь Итак Они ценят Селовеческие отношения В коллективе Они хорошие наставники Они хорошие коучи Хорошие руководители Как их мотивировать Их надо увлечь процессом Для них очень важен процесс Они не Не бэби-бомеры Которые нацелены На результат Для них важнее процесса Результат им нужен Как картинку Они знают Что это будет И дальше Вы их увлекаете процессом И они И процессом Чтобы вот этот процесс Был интересный Они будут дальше работать Они очень любят работать На презентациях Большими праздниками Всякими пати Для них вот этот процесс Просто очень-очень интересен Их можно увлечь брендом Потому что это уникальность Возможностью постоянно учиться Их обязательно увлечь Можно только стабильным заработком Пусть это будет сначала небольшой То есть здесь уже можно Нарисовать картинку перспективы Но пообещать гарантии Вот в ближайшее время Такого стабильного заработка Потому что сильно большие деньги Их могут напугать Но тем не менее Еще раз говорю Картинку больших денег Здесь мы рисуем Но ставим планы Не на Ну например мы нарисовали им видение Картинки бриллиантового директора А планы ставим на директора То есть здесь пошагово расписываем С шаги до директора Это вот именно поколение X Им важен кстати бизнес в глаза Им очень важно вот именно Индивидуально общаться И поэтому для них очень сложно Вот все интернет технологии проходят Вот знаете Бэби-бомберам проще Как ни странно Они старше намного Но их проще вовлечь В интернет технологии Чем например И поколение X Потому что бэби-бомберы Помните терпеливые Они понимают Что если это надо Значит это надо И будут этим обладевать А поколение X Будет сопротивляться У них будет очень жуткое сопротивление Потому что им важнее Глаза в глаза Вот когда вы приглашаете В онлайн работу Поколение X Здесь очень важно Проводить скайп-встречи Очень Без них вообще не обойтись С поколением X Здесь обязательно нужна Будет скайп-встреча Потому что для них Ну вот важно Индивидуальное Такое личное общение Им очень важно Быть частью корпоративной культуры Им нужно обязательно Вселить уверенность В завтрашнем дне Потому что для них Стабильность важна И все объяснять им четко Итак Мы перешли к поколению Y А я хочу задать вам вопросы Что вы скажете Насколько вам понятно Результат для них важен Еще раз Потому что Картинка Я имею в виду поколение X Им результат важен Поскольку им нужно нарисовать Эту картинку Но без процесса Интересного процесса Им сложно будет делать Эти результаты Хорошо Итак Поехали дальше Очень интересное Для меня поколение Y Знаете Это мое открытие Открытие этого поколения Я очень хорошо Научилась работать С боби-бомерами С X Но как я вам уже рассказывала Мне казалось Что поколение Y Оно еще маленькое Им надо подрасти Вот когда они подрастут Добро пожаловать В наш бизнес Я конечно же Ну у меня конечно же В структуре есть поколение Y Но вы знаете Когда Для меня это было открытие Потому что мои дети Поколение Y Я на них посмотрела Совершенно с другой стороны У меня все дети Получается поколение Y Первые старшие Это как раз таки Которые на стыке поколений идут И вот младший мой ребенок Чистейшее поколение Y Это люди Которые родились 1983-2003 год Сейчас до сих пор Продолжают сформироваться Их ценности События сформировавшие Ценности Это распад СССР Теракты Военные конфликты Развитие цифровых технологий Мобильные телефоны Интернет Эпоха брендов И соответственно Их ценности Это гражданский долг Вы знаете Здесь очень интересно Про это Чуть-чуть более подробнее сказать Потому что Когда мы смотрим На поколение Y Нам кажется Что они слишком легкие И именно из-за этой легкости А это на самом деле Присущее поколение Y Из-за этой легкости Нам кажется Что они там Не совсем морально устойчивые На самом деле Это очень морально устойчивые И ответственные люди И у них очень важен Именно гражданский долг Вот вы знаете Как мои например Сыновья старшие Которые наехи поколений У них очень много черт Именно поколение X И они не такие ответственные Но я имею в виду Перед гражданским Нашим обществом А вот Моя младшая дочь И все ее друзья Я для себя сделала Огромное знаете Такие открытия Когда Ну например У меня дочь Очень долгое время Собиралась Ехать поступать в Испанию Она ездила в Испанию Учила испанский И она уже Седьмого класса Учит испанский И в общем-то Мы планировали Что она поедет Туда поступать Когда она уже Начала учиться В 11 классе Она мне заявила Что ни в какую Испанию Ехать не собирается Потому что Она собирается Оставаться в России И когда ее Не спросила дочь А ну почему Она сказала Мама А кто Если мы все уедем Из России Кто будет Кто будет Менять Россию Мы хотим Изменить ее К лучшему Мы хотим Сделать все Чтобы наша страна Была самой сильной Державой Знаете Я для себя Честно Была в шоке Во-первых Я считала Свою дочь Маленькая А тут вдруг Она такие вещи Стала говорить И она поступила Сейчас в Волгу В факультет Международных отношений Она там Учит испанский Английский В общем-то Ей все это Очень нравится Безумно Но она не собирается Никуда уезжать Она собирается Быть в стране И у нее Все друзья Такие То есть Я смотрю на них Общаюсь с ними Это очень Морально устойчивые Люди Они очень ответственные Еще раз говорю При всей внешней Легкости И наивности Но надо Сказать Что если Х Это поколение Отдающее Это поколение Игрек Это принимающее Поколение Им нужно все И сразу Они не умеют Отдавать Когда они Совершают Покупки Во-первых Это супер Гипермаркеты Это места Для их Для развлечений Они никогда Не пойдут Просто в отдельный Магазин Они пойдут В большой Гипер Супермаркет Потому что Они там И в кино Сходят И в кафе Сходят И покупки Какие-то Сделают Посидят С друзьями Им очень важна Компания Друзей Когда они Выбирают товар Им важно Попробовать Им важно Давать Попробовать Они очень Быстро Принимают Решения Легко Играя Развлекаясь Им очень хорошо Делать Какие-то Интерактивы Им надо Чтобы все Это было Играючи И они Покупают Эмоциями Их надо Впечатлить Когда Если Впечатлить Они Все Обязательно Это купят Они Изучая Упаковку Обращают Внимание На процент Жирности На килокалории На витамины На минералы То есть Они вот Повернуты Уже В этом Да То есть Очень многие Из них Идут Правильный Такой образ Жизни Они там Ходят Вот Обратите Внимание Если Раньше Когда-то Там Лет 15 Назад Я помню Мы ходили На салют И там На салют Я практически Перестала Ходить На наш салют Потому что У нас Хотят Они на все Смотрят Насколько Этот продукт Полезен Или нет Им важна Яркость Упаковки Им важна Эстетика Их Вот Когда вы Им Продаете Например РФМ Всегда Упаковывайте Всегда Делайте Упаковку Всегда Говорите Что вы Готовы Упаковать Подарок Сделать Его Красивым Это Очень Важно Им Вот Им Важна Экологичность Они Увлекаются Вегетарианством Молекулярной Кухней Да Они Не Учатся Сразу Скажу Их Очень Много Получает Образование Но еще раз Они Не Учатся А получают Образование В этом Есть Большая Разница Учиться И получить Образование Разные Вещи Они Готовы Очень Быстро Экстерном Часто Они Готовы Одно Два Второе Треть Образование У меня Подруги Дашина И она Сама Нацелена Была Учиться Параллельно И дневное Отделение Подруги У нее Некоторые Так и Выбрали Несколько Направлений Сейчас Хотя Они Там Особо Не Учатся Они Прибежали Что-то Там Поздавали Сам Процесс Учеба Их Не Увлекает Им Нужно Быстро Это Образование Они Иногда Часто Учатся Ради Диплом Или Ради Родителей К обучению Подходит Дифференцированно Когда Им Что-то Надо Они Все Сдают Если Им Не Надо Они Вообще Это Игнорируют Они Очень Легкие На Подъем Более Амбициозные Но Они Не Хотят Много И Долго И Упорно Работать Как Поколение Икс Или Как Поколение Бэби Бумеров Не Хотят Они Много Долго И Упорно Работать Они Хотят Все Быстро Они Хотят Быстрые Деньги Хотят Быструю Карьеру У У Н Климат Они Ценят Современные Технологии Потому Что Без Них Им Трудно Им Очень Важен Быстрый Результат И Процесс Комфортный Процесс Выше Всего Они Ценят Личную Свободу И Выборов У них Должно Быть Много Вот Если Бэби Бумеров Можно Не Предоставлять Выбор Вообще Икс Уже Надо Давать Выбор Ну Желательно Там Два Чтобы Они Выбрали Можно Три Поколению Игрек Можно Давать Много Выборов Они Умеют Выбирать Из Много Им Даже Нужно Чтобы Этого Многого Было Больше Они За Партнерство Они За Подчинение За Лидерство Они Руководство За Обмен Информацией Они За Ее Навязывание Они За Интересная Сложная Работа Они За Нудные Действия Они За Обратную Связь С Они За Принятие Быстрых Решений И Вот Вы знаете Самым Классным Таким Примером В том Как Объединили Привлекли К работе Поколение Игрек Ивляется Макдональдс И Самый Важный Слоган Который Привлек Поколение Игрек Это Макдональдс Пишется В твой Мир Они Первые Вели Вайфай У себя В своих Ресторанах Не Для Того Кстати Чтобы Покупатели Там Сидели Сначала Была 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 Идея Именно Для Работников Для Молодежи У них Постоянные Перерывы Десятиминутные И В это Время Они Быстренько Входят В интернет Они Не Могут Без Интернета Вконтакте И так Далее И Уже Потом Когда Они Увидели Насколько Это Пошло И Стало Популярным Они Это Ввели Уже И Для Посетителей Потому Что Будет Для Тебя Комфортно Мы Впишемся В Твой Мир У Тебя Будет Там Десятиминутные Перерывы Каждый Час Ты Будешь Спокойно Заходить В Интернет Ты Сможешь Сделать Карьеру Никто На Тебя Надавить Не Будет Вот Это Все Что Нужно Для Макдональдс Вернее Для Игрек Сделали Макдональдс И Нам Можно Этим Пользоваться Это 2003 2023 Год Соответственно Они Только Только У нас Появляются Они Совсем Маленькие Про Ничего Пока Не Известно Очень Большие Надежды На Рост Экономики На Экологичность Планеты Возлагается На Это Поколение Ну Запомните А Им Уже Никто Не Указ Обратите Внимание На Этих Малышей Им Никто Не Указ Кроме Них Самих И Что С В отличие от Игриков Они Ну Совершенно Уже Другие Они Уже С двух Лет В этом Интернете Они Уже Годовалые В интернете Для Них Это Уже Такое Обычное Дело И Нам Действительно Самим Всем Очень Будет Интересно Посмотреть Что Будет Из Этих Детей Итак Мы С вами Подошли К завершению Нашей Сегодняшней Вебинар И Я Хочу Спросить У вас Скажите Пожалуйста Что Было Ценным Для Вас Сегодня Напишите Пожалуйста В чате Что Было Ценным Для Вас Сегодня Возможно Вы Кого То Увидели Возможно Вы Кого То Увидели Сейчас Среди Своих Консультантов Возможно Вы В чем То Увидели Себя И Вы Теперь Как То Более По Другому Будете Понимать Своих Консультантов Вы по-другому будете относиться к своим родителям, к своим детям. И я думаю, что вам это действительно будет для вашей эффективной работы очень значимо. И я благодарю лично вас, каждого из вас, за то, что вы сегодня проявили этот интерес к нашему сегодняшнему вебинару, к нашей сегодняшней встрече, к нашей презентации. Благодарю за вашу активность в чате. Надеюсь, что вы будете проводить презентации, применяя теорию поколений, потому что ваше домашнее задание будет сегодня. Это то, что вы сегодня услышали, начать применять в ваших презентациях, в ваших продажах, в вашем спонсировании, в вашей работе с вашими партнерами. И я действительно надеюсь, что вы будете проводить презентации, применяя теорию поколений, и вы получите навык, который сделает ваш бизнес более эффективным. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами была Светлана Гела. Пока-пока. До новых встреч. Есть какое-то препятствие или стена, что-то такое непреодолимое. А оказывается, все очень просто. Нужно учитывать разные специфики работы с разными поколениями. И тогда совершенно можно и по-другому бизнес строить. Спасибо, Светлана, за столь интересную тему.